здравствуйте борис владимирович здравия вот значит у меня просьба перебивать на полусловие взаимно взаимно вот если какая-то боковая мысль приходит все раз останавливается и идем по боковой мысли ну до какого-то предела разумного да ну вот это очень важно ну а так все нормально мы же здесь втроем собрались правильно еще есть кто-то да ну конечно вдвоем я втрою а знаете кто у нас третий неужели бог нет вот его как-то я не посчитал вот это у нас зритель наш зритель привет сейчас мы тебе раз да а я думал что где двое там и я среди вас сейчас мы тебе расскажем чем мы тут собрались борис владимирович вот давайте с вас начнем чем вы тут встретились расскажите нашему третьему и мне тоже да 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 слышу рассказывайте чем и собрались туда но мне проще в принципе либо задать тему какую-то либо на вопрос отвечать потому что у меня сильно обширные вот эти вот представления которые я могу выдавать и тогда смотрите вот вы правильно сказали насчет вопросов так связь замирает ну вот так будет вопросами будем ну давайте попробуем вопросами вот что вам интересно там от меня узнать или про меня в принципе чуть по другому то есть человек вот есть как бы то как его я представляю в общем то и вот такие вопросы в общем то я как бы не задаю то есть по большей части если есть общее дело то вопросы касается вот этого дела на самом деле пока я здесь как бы не представляю в какую тематику мы идем с вами а ну да ну я думаю что мы идем в тематику наших дел то есть ваших и мои ну у меня ну смотрите то есть в принципе это внешние и внутренние пространства человека то есть и социум и как он в этом социуме взаимодействует и с другими людьми и с природой и со всеми остальными отсюда и инструменты цели и все остальное так и внутренние пространства то есть как он устроен человек как устроено общество какие там инструменты как он живет как рождается умирает внутри себя и так далее это как бы вы говорите вы говорите о пространстве вашей деятельности я правильно понимаю ну да да вот ну а мне бы хотелось какие-то насущные ваши дела или вот результаты которые вы хотите получить через месяц через год 10 лет вот ну я понял а ну в этом смысле я конечно мне трудно вот так вот говорили что я там планирую потому что немножко другое представление мировоззрение где нету вот таких вот планов и так далее просто я понимаю да есть деятельности в принципе я могу отслеживать единственно каким образом она идет к чему приходит и так далее при этом она может меняться в этом плане то есть по целям по инструментам и так далее ну поэтому я вот так вот вот такие жесткие идеалы как бы не выстраиваю ближе тогда процессуальное мышление где я могу сказать что возможно вот так а возможно вот так вот и так далее вот что-нибудь выдаетесь по процессам что-нибудь вот а так в принципе наиболее главный процесс это как бы проект это то что создание и пространство для группы людей которая эффективна для преобразования их с целью создания отдельной реальности с целью выхода в странники вселенной будем так говорить ну немножко как-то вот она перекликает нас тем что мы делаем и косить как сообщество хороших людей вот ну и я это сообщество делаю эгоистическим таким образом с точки зрения чего мне не хватает вот в социуме чем не там плохо они не нравятся или что-то хочется сделать а не получается вот значит я отношусь к этому так что я должен ну сначала раз мне не нравится значит надо преобразовав ну как социальный инженер вот и поэтому для меня эко-сеть это во-первых источник хороших людей для того чтобы в мире ну было хорошо жить дела делать какие-то хочется ему и мы и мне вот значит что еще совпадает с вашим ну да совпадает в том смысле что вот как бы взаимодействие людей на уровне допустим государственных строев там капитализм социализм и так далее они не очень удачные но там есть свои проблемы причины и тому подобное ну например до сих пор нету понятия справедливости или равенства или допустим свободы в этих сообществах вот поэтому в этом отношении соцсеть она как бы позволяет возможность соединяться людям далеко стоящим друг от друга физически и в этом отношении находить друг друга и иметь общее как бы использовать общий инструмент ну вот знаете я сижу у меня когда вы говорите у меня работает счетчик ну извините у меня там больной пунктик я я сосчитал уже восемь штук вашей речи как бы да и отсюда я делаю вывод что вы скорее всего большую часть жизни прожили в москве или в каком-то еще другом большом супер городе где люди в москве я вообще очень редко бываю очень редко то что я говорю как бы так это часть вот этого процессуального мышления то есть когда есть с ним утверждение что вот это вот так то а вот так то а когда есть понимание что это может во времени меняться для меня это сигнал того что человек как бы живет вот вот это вот когда в речи это есть при том что он это как бы живет неосознанно конечно ну и вот просто обращаю нас с вами внимание на это и все на это делайте что хотите для меня это болеет причем она массовая в массовом москве достаточно в большой мере в ленинграде а в других городах я не очень наблюдаю но тоже иногда в екатеринбурге встречаю вот в новосибирске ну я не с омска а ну омск да ну ничего значит вот как капельку зацепила вас крылом это болеет вирус это связь зависает ну ладно не будем про это бог с ним значит и вот значит для меня и косеть это источник хороших людей а поскольку ну источник его надо делать и так я его делаю ну чтоб он был чтоб там были эти люди чтобы они были в самом деле хорошие вот не переделывая просто селекционирую монастыр ребята но переделывать это такая трудная работа и вообще черте что а вот просто так сказать вот как вы сказали сети позволяют да вот это вот у меня и косить и она в таком как вот вы говорите как получится так получится сколько получится когда получится тоже все очень такое неопределенное я думаю в том моем желаемом виде которое я хочу лет надо примерно 500 нет в этом отношении значит для меня и косить это те люди которые про значит сказали свое намерение что они хотят в этой косите быть и так далее в соцсети в этом смысле и в этом смысле вот это вот соцсети она начинает работать с первых там участниках с первых десяти там сто пятьсот участников и так далее то есть просто у них возможности в этом отношении меньше и ограничения а чем больше людей набирается тем возможности больше становится и так далее значит мы в этом точно совпадаем потому что абсолютно точно потому что я тоже так считаю вот то есть я рассматриваю это сообщество которое мы делаем как модель социума на которой можно все делать пробовать и как нам надо и как мы считаем вот и все поэтому сейчас у нас там в списке порядка семидесяти человек вот ну там те кто получил пароли может туда заходить но это я имею ввиду сервис который запрограммировал один из учебов вот он в чебоксарах живет зовут его александр восянин вот да вот активных членов эко сети ну два с половиной то есть вот я восянин и еще там чуть-чуть какие-то активности пару человек проявляют я их считаю как пол человека вместе все то есть это детище меня и этого восянина очень хорошего человека остальные там ну в этом отношении я могу сказать что есть разработки ландсберг по коллективам и как там распределяется все эти вещи то есть они отличаются от американского представления и от западного и так далее и в этом плане они больше совпадают с моими собственными представлениями то есть если у ландсберга это ядро ауры ну и так далее то у меня это в принципе люди которые в допустим соцсети они могут быть на уровне гостей или детей допустим когда они не берут ответственность ни за что вот просто они наслаждаются теми вещами которые в ней есть второй тип людей это сотрудники которые говорят что нам все это дело нравится и мы хотим помогать в этом деле и так далее и третий тип это сотворцы то есть это все по ответственности определяется сотворцы они уже стратегически выстраивают шаги они уже смотрят как эта сеть двигается куда она двигается как ее улучшить и так далее и так далее мне подходит и то что вы сказали там упомянули буквально чуточку про этого ландсберга вот я не не знаком ничего только то что вы сказали вот это я и знаю и то что вы от себя сказали тоже мне подходит вот единственное хочу хочу уточнить вот вы называете соцсети я называю эко сеть значит с этим эко происходит небольшое путаница потому что большинство то есть я бы сказал сто процентов людей там за исключением какой-то одной сотой процента остальные все считают что это про экологию природы а я говорю не ребята у нас эко сеть это про экологию человека и ну человечество вот а когда вы мне тут пишите разные там где-то чего там к вылили в речку нехорошая фото или какие-то птички там где-то взяли все померли во всей сибири вот но это очень плохо и трагично и надо это все расследовать но вот это не в нашей эко сеть занимайтесь там сами этим всем пока люди не исправятся это не прекратится будет только хуже и хуже и хуже чуть-чуть сеть подвисает у меня поэтому я так понял что в принципе говорится про то что люди еще гадят на своей планете и так далее я правильно понимаю ну да конечно ну вот как раз секундочку в зуме есть отличная возможность остановить запись ну вот поэтому вода они продолжают гадить мы продолжаем гадить и я в том числе вот да вот покупаю продукты и у меня в неделю два ведра всяких упаковок да 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 я слушаю вот ну значит я бы в эту сторону не пошел в сторону экологии природы я бы пошел в сторону именно вот дети сотрудники и творцы вот в этом мы точно совпадаем я потихонечку этим занимаюсь и здесь у нас давнишняя проблема которая не решается это прием новых членов васянин считает что надо принимать всех а я считаю что нет надо давать задание какую-то работу выполнить вот и я бы тоже в это не хотел сильно углубляться я только обозначу а потом чуть-чуть сменю вектор хорошо вот значит мое предложение такое что тот кто хочет к нам вступить и пользоваться сервисом он записывает три видео разговора с теми кто уже в списке есть в экосети ну сам выбирает с кем хочет и список этот у нас открыт вот с ними записывает три разговора насчет того но ты там в экосети уже есть расскажи-ка нам не о ней а тот человек спрашивает ну а ты вообще кто такой и чем ты занимаешься вот такой то есть что хотите то и пишите и у нас по моему предложению нет никакой комиссии который решает кого принимать кого-нибудь вот записал три разговора выложил на youtube ссылочки прислал получи пароль и все а чё ты там сказал или как сказал или что это никто ничего не без разницы вот мое такое предложение васянин говорит нет надо масса всех пускать а потом потихонечку дома отбор пойдет ну у меня у меня в этом отношении допустим представления такие что значит в эту сеть вступают все кто угодно и они как гости то есть это первый уровень где у них есть доступ к определенным ресурсам но где они не могут принимать участие в определенных проектах потому что там надо нести ответственность а не просто болтать и так далее поэтому них них не некие ограничения некие ограничения есть в этом отношении вот я вас поддержу сразу можно значит мое предложение вот по такому входному как бы барьеру сделать некоторую работу значит она связано с тем что все что вы сказали это правильно и так и надо вы посмотрели вот это объясняешь да я посмотрел вы говорите лучше вы давай ну насколько я понял это вот система компас чуть-чуть развитая и так далее но в этом отношении то есть как бы обозначать допустим людей вот в этом плане на мой взгляд не имеет смысла и вот этот первый слой когда люди туда заходят кто хочет и так далее то тоже не имеет это имеет смысл когда происходит совместная деятельность только в этом случае вот поэтому это мы сейчас начинаем говорить уже о втором слое если мы с первым закончили то тогда я продолжу тогда пожалуйста обозначьте первый слой это что и второй слой это что мне непонятно слои это что такое то есть вот смотрите вот это вот соцсеть там есть ресурсы там есть в принципе стратегии тактика на развитие сети так как сеть принадлежит всем участникам и так далее поэтому там есть некие фильтры вот первый фильтр он ограничивает всех участников кто туда заходит и пользуется ресурсами он значит фильтрует на второй уровень тех людей которые хотят помогать развивать то есть вкладывать свое личное время я получать и я теперь я понял то есть это речь идет о гостях и о детях да вот это у вас и есть слои правда да ну вот смотрите в отличие от вас я сказал сделал я не знаю как там у вас может быть я просто этого не знаю но я вот живу по принципу сказал сделал я вы знаете чего нас вот ресурс по программированию всех вот этих вот там какие-то функции доступны какие-то недоступны и так далее я тоже об этом думаю и вот в этом ролике про и косить в объясняшки в этой 7 минутной там про это есть что можно там запрещать смотреть свой профиль кому-то а кому-то наоборот разрешать а кому-то там еще что-то разрешать не разрешать про себя знать или не знать или с собой что-то делать или не делать входить в контакт или не входить все это можно писать мечтать и наверное нужно но сегодня сделать это осуществить в этом сервисе нет возможности и когда она будет за горизонтом пока я не вижу поэтому я исхожу из тех функций которые сейчас есть и говорю там ничего этого нету никого ни в чем ограничить нельзя там все одинаково всем пользую и учитывать кто чего там какой и он какой он ребенок или он гость или так далее этих всех функций не не запрограммировано вот поэтому будем исходить из того что есть и принимать будем по тем правилам которые есть так ну вот теперь начинается охма этого зума он нам сказал что нам осталось 10 минут алёте скажите а то я не уверен сейчас слышно да слышно вот смотрите то есть в этом отношении допустим как в любой сети которые существуют на данный момент конечно есть такая функция как запрет допустим прихода гостей там или просмотр своей страницы это в общем то нормальная вещь которая и в нашем социуме распространена когда если нету желания то ты не говоришь ни с кем и не показываешь никому и так далее то есть это в общем как как я имел ввиду что в принципе вот для первого слоя ресурсы там фильмы музыка там какие-то другие ресурсы но не финансовые допустим не материальные в том плане что как ресурс на создание чего-то то есть сотворение чего-то то есть есть допустим ресурс когда обмениваются с вещами вот когда орудар есть ресурс как допустим экономика альтернативная и так далее таких как спонсорство или поощрение и так далее для первого слоя как бы нет нет я бы я бы притормозил это на ответственности за эти вещи я бы попросил это притормозить вот значит вот дело в чем что вот это все оно теоретически там правильно это надо обсуждать ну те люди которым это интересно и они для них это сейчас актуально пускай они это обсуждают для меня это сейчас не актуально вот эти все вот они нужны да они да будем постепенно вот как вы сказали когда-нибудь там когда куда кривая выведет там это будем делать когда будет возможность это осуществлять реализовывать все эти функции там какие-то запреты и разрешения и так далее пока нету возможности будем жить вот так вот значит что еще я бы тут куда я сейчас бы хотел повернуть вектор ну во-первых я скажу что нам зуб сказал что нам осталось 10 минут поэтому у меня предложение когда это время закончится нам снова потом перезайти но это означает что я часа два потом потрачу чтобы смонтировать две части вместе вот ну бог с ними с этими двумя часами я смонтирую в этом смысле skype в тысячу раз лучше там нет ограничения по времени вот ну что делать у вас skype нет ну нету такого где есть камера бывает вот значит а разговор я бы наш повернул в сторону реализации понимая что и имея разные всякие другие примеры каких-то вещей ну для подражания ну там я имею ввиду бирюзовые организации наверное вы в курсе да ну я не особо от них впечатлен честно говоря то есть там есть искажения не ну понятно вот но там есть пример того что ну те две на которые я ориентируюсь одна в испании другая в нидерландах вот значит ну что про них известно стараюсь узнать значит они успешны потому что у них есть школа вот то есть участников сначала обучают вот поэтому я у меня такая действующая часть окросети это школа жизни и радости вот и это не какая-то теоретическая концовка это область моего практического делания вот и я там вот мою силу туда вкладываю вот сейчас конкретно вот буквально вот сегодня и вчера и позавчера мы делали записи с сотрудниками учителями детьми этой школы администрации вот мы там в этой школе ну налаживаем учебный процесс на взаимное обучение называется он у нас воспитание через взаимное обучение и школа так и называется школа радости то есть получается у нас есть школа номер 161 в Красноярском крае вот там недалеко от вас вот сравнительно ну вот и значит в этой школе есть еще школа радости то есть это группа вот таких как вы говорите которые уже начали что-то делать то есть они не гости те остальные кто в школе есть и родители и учителя которые мимо им все школа радости вся мимо это все гости но на вашем языке а там есть уже такие которые даже не дети а что-то делают но есть и дети большинство дети вот ну человека 2-3 наверное 3,5 это уже те которые что-то делают вот ну вот и вот это я делаю когда появляется какая-то еще школа например в Перми мы летом провели там учебу вот к сожалению связь прекратилась по непонятным неизвестным мне причинам потому что ну вот там все через директора директор очень заняты у нее один зам уволился вся работа на нее свалилась она говорит мне так не голову никогда в общем даже мне не сообщает отчетом вообще что дальше а мы такую мощную учебу провели с учителями начальной школы вот ну и вот я этим занимаюсь с 88 года и буквально с 88 года я обучаю учителей взаимному обучению как на уроках сделать взаимное обучение это взаимное обучение очень хорошо в себя интегрирует другие всякие придумки учителей практиков ну всех 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 буквально для того чтобы сообщество хорошо росло нужна школа вот я этим занимаюсь с 88 года обучаю учителей различных государственных школ а вот проделана за 34 года очень много но результат можно сказать нулевой ну я понимаю во время вот этой учебы которая была в июне месяце в лицее номер пять в городе Перми я понял в чем причина причина в стереотипах которые у нас есть и во время этой учебы я начал эти стереотипы записывать потом мы с Еленой Васильевной Волковой это старший методист школы вот там в Красноярском крае с которой мы там все и делаем мы дописали эти стереотипы получилось 18 пар стереотипов старый стереотип вместо него нужен новый вот это есть можно сказать 18 рубежей обороны которые сегодняшняя школа имеет и эти рубежи намного более сильные чем на войне ну вот и все передаю вам эстафетную палочку можно пример стереотипа кого-нибудь ну да очень простой значит столы в классе стоят рядочками это старости а у нас они стоят они стоят кучками по 2 я понял совершенно примитивные подождите секундочку товарищ 3 алё слушай внимательно вот здесь внизу есть описание к тому видео которое мы сейчас записываем туда я дам ссылку вот мы уже упоминали с Борисом Владимировичем про некоторую объясняшку которая 7 минут там я дам ссылку на нее а теперь я еще дам ссылку на вот эти 18 стереотипов потому что они лежат в гугле в виде списка вот продолжайте ну по поводу стереотипов я могу сказать что как бы у меня такой проблемы нету исходя из того что есть задача и под эту задачу выбирается инструмент и в принципе я как бы даже не вижу как могут старые инструменты влиять на задачи то есть это тогда надо исходить из того что вот что у тебя есть на руках тем ты и делаешь на самом деле я подхожу чуть по другому то есть если задача такая то то к ней и инструменты новые и понимание новые и так далее поэтому как бы вот эти стереотипы о которых вы говорите они на самом деле не мешают в том плане что это просто отношение к ним вот и все ну смотрите я бы услышал вот это вас перевел практический план практический план я вам сказал вот в этой школе конкретно где 500 учеников обычная государственная школа на хорошем счету в городе вот с директором который ну специально пригласил вот этого старшего методиста на работу шесть лет тому назад поскольку этот методист уже давно без меня там есть в красноярске центр где уже с 90 наверное какого-то второго года обучают учителей вот этому коллективному способу обучения они его вот так называют я называю это взаимное обучение просто а чего вы так пиваете ну я понимаю о чем сейчас речь идет и так далее просто уже чтобы ускорять беседу можно уже дальше двигаться ну давайте ускоряйте я за ну вот смотрите вот сейчас допустим прописывается мной тоже опять же обучение которое немножко другое и вот есть один человек не знаю где в Питере или еще где-то он в принципе подсказал систему которую я в общем-то использовал раньше при работе с детьми но у него она уже такая устоявшаяся и так далее то есть он основную нагрузку накидывает на учеников то есть сильная позиция у учителей в этом отношении происходит в нашей образовательной системе сильная позиция учеников то есть ученику нафиг не нужно учиться это учителям надо чтобы они учились и поэтому есть стереотипы и так далее и вот подождите давайте по частям этот человек как его фамилия я не могу сейчас сказать я не помню просто но в принципе то что вот он сказал оно хорошо легло в этом отношении поэтому я даже думаю что этим воспользовался но чуть-чуть видоизменив все эти вещи под себя а чего чего он сказал то ну вот у него допустим есть пять ступеней как бы взаимодействия что ли ученика с материалом первая ступень это то что делается то что ученику нужно пройти ну допустим там разлиновывается в клетку допустим там какая-то бумага и на ней пишется должен уметь то-то прочитать то-то освоить то-то 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 ему не дается как бы плана что он должен делать сегодня завтра и так далее может заниматься когда угодно единственный кроль над этим это когда вот и тогда уже там появляется момент что у него где-то либо организации нету либо у него энергии на это нету либо понимания нету и вот эти вот вещи они все выявляются потому что в любой деятельности она опирается на три элемента то есть это энергия силы это инструменты и это понимание вот в принципе если что-то не идет то это значит что где-то в какой-то системе идет сбой и вот эта вот система такого вот распределения оно очень хорошо выявляет что вот у этого ученика есть проблемы может там в семье может еще где-то и так далее это все вытаскивается второй уровень это когда у него есть какая-то школа где он это все делает или как да да у него есть готовая по-моему даже не одна нет а что значит готовая да где уже идет процесс налаженный но смотрите в свое время я когда работал с детьми у меня на первом допустим там уровне было тоже что я их обучал каким-то навыкам какой-то материал они осваивали и так далее а потом я сделал просто я просто написал те навыки материалы которые они должны уметь и они уже если надо им было они подходили ко мне и спрашивали помогите обучите и так далее и у меня в этом отношении сильная позиция вот или они спрашивали друг у друга либо они где-то искали этот материал на стороне и так далее то есть не важно каким способом они его добывали важно то что они его выполняли и можно было легко следить за тем насколько человек самоорганизован в этом отношении и так далее то есть это достаточно хорошая такая система которая дает с одной стороны свободу с другой стороны она организует как самостоятельную личность ребенка допустим или взрослого там неважно вот это вот первый как бы уровень второй уровень двигаемся дальше да второй уровень это когда они по моему там да второй уровень это когда они защищают какую-то тему ну то есть собираются люди они высказывают свое представление или свое мнение о чем-то и остальные их в принципе приводят контраргументы и так далее и человек защищают вот свое свое представление и так далее то есть это позволяет формировать и опоры у учеников раз а второе это отсеивает то что его допустим система понимания или система отражения действительности неадекватно допустим там виртуально будем это второй уровень который помогает освобождаться отстаивать свои опоры в жизни значит третий уровень это когда они пишут некое эссе на какую-то заданную тему и там хорошо выявляется как человек мыслить насколько у него логически идет вот эта вот структурка насколько у него красивый слог и так далее и насколько он в этом отношении краток то есть насколько вот эта вот целостность появляется вся это вот третий уровень значит четвертый уровень это игра ролевая игра на какую-то заданную тему то есть это может быть даже предметы то есть там химия математика или еще какая-нибудь предметы так далее вот вот и в этом отношении то есть в этой игре создаются ситуации стандартные нестандартные и в этой игре очень хорошо видно как себя ведет ученик в нестандартных ситуациях и так далее поэтому это четвертая система она отсеивает вот эти вот стереотипы о которых вы говорите ну практически вот и пятая система это когда допустим ученик ребенок или взрослый если в этой системе он делает свой проект этот проект может быть индивидуален в том плане что он делает какие-то изделия и эти изделия социумом оцениваются то есть ну например он делает изделие которое выставляется на продажу и в этом отношении если его покупают то да это хорошее изделие это адекватные изделия и так далее или он допустим на каком-то предприятии разрабатывает какую-то ну вот как система щедровицкого или как баумовское училища когда он на предприятии просто какую-то проблему решает своими методами и так далее и насколько успешно он это решает тоже показывает насколько он адекватен социуму насколько он эффективен в плане понимания ну и так далее и применение инструментов и так далее и так далее достаточно очень хорошая такая сидится понятно понятно ну у меня была бы просьба к вам узнать фамилию имя отчества и где он находится и как школу называть ну если до этого руки потому что я сильно подозреваю что это школа обучения в диалоге в петербурге может быть может быть может быть вот там есть школа обучения в диалоге она существует с конца 80-х годов и можно память поставить этого его нового не помню ли вы про коммунарское движение да не 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 нет она тоже из ленинграда это понятно нет этот другой человек вот он вот создал эту школу в конце 80-х коммунарская была в 60-х 70-х я тогда но там тоже был иванов да да вот значит и у него до сих пор это школа существует она так называют обучение в диалоге вот и в интервете легко найти и он мне несколько книжек прислал своих вот я очень долго с одной из таких каких-то ключевых сотрудниц сейчас не помню какая должность у нее это было лет на 7-8 тому назад а вот я с ней долго очень тщательно в течение полугода взаимодействовал с целью определить насколько там у них действительно обучение в диалоге и как-то прикинуть хотя бы приблизительно себестоимость вот значит у меня выводы четкие там никакого обучения в диалоге нет вообще и соответственно себестоимость примерно 5-6 раз больше чем в государственной школе то есть абсолютно ни к чему не пригодна ни к стиражированию не постарение вот и потому что вы рассказали я вот подозреваю что это именно она и потому что по этому поводу не могу сказать я понимаю вот ну вот значит смотрите я бы еще дальше перевел практически плавно разговор чем мы можем друг другу конкретно содействовать свои важные белорусы в моих вот таком плане ну вам нужно от меня чего-нибудь ваших делах ну в принципе мне бы было интересно иметь вас как оппонента в в том плане что какие-то вещи когда вы задаете вопросы компетентно задаете вопросы и в этом отношении посмотреть насколько те вещи которыми я занимаюсь они значит жизни как имеют право на жизнь в этом плане значит со своей стороны я готов к какому-то сотрудничеству и какому-то допустим пониманию если есть какие-то задачи и проблемы которые не решены то я могу просто показывать как я их решала или как я их решил и так далее то есть если это будет полезно вот ну и так же в принципе если есть решение там с вашей стороны какие-то более эффективные и так далее туда с удовольствием приму эти вещи пока я не вижу как бы основную структуру на чем основана вот это вот допустим диалоговое обучение и так далее то есть как бы основу фундамент откуда это ну аксиоматику можно так сказать откуда это выходит почему именно эта система чем она эффективна чем она лучше других систем и так далее то есть я в ней вижу есть и искажение есть и находки то есть когда обучаешь кого-то то сам обучаешься гораздо быстрее в этом отношении это все понятно ну вот примерно вот так мое представление ну в общем я сейчас бы не пошел сам себе сам себе запретил выйти в сторону там чего чем она там хорошая и так далее ну вот это такой длинный разговор вот а что касается ну я конечно готов вам помогать когда вы будете задавать какие-то конкретные вопросы единственное что я не готов это читать длинные документы про то как должна быть устроена там должно устроено быть сообщество еще какие-то вот эти теоретические штуковины вот это я не готов читать и в них разбираться ну вот это логично это не очень-то логично дело в том что мне это интересно но ресурс достаточно ограниченный мой и вот на то чего сейчас сделать нельзя не хочу я тратить время мне интересуют вещи прикладные то чего можно как-то то же самое вот а так то да конечно вот ну я так обозначил что меня очень интересует если какие-то люди собрались в очном режиме чего-то там обсудить сделать там ну то есть вот интеллектуальную работу делать ну там конференция какая-то такие примеры приведу конференции или просто там не знаю что еще слет какой-то то часть этой работы можно организовать в парах ее прописать тщательно под задачи которые ставит тот кто эту работу организует вот то есть человек ставит задачу вот я как бы первое что я начал в этой школе номер 161 в Красноярском крае я с директором сказал спросил у нее что у вас там свербит чего вам плохо но поскольку она не ожидала этого вопроса ей пришлось соображать сразу тут здесь и хитя понимаете да? да хорошо поднимаешь вот она не была готова и поэтому была такая заминка какие-то там мычания вот и так далее и потом она все-таки сказала что ну вот меня вот достал этот шестой-седьмой класс своим вот этим поведением ну вот этим подростковым и сколько не бьемся ничего вот этого ну вот не получается вот если это вот бы убрать бы вот это было бы хорошо да? вот ну вот такой у меня был заправ ну вот ну аналогично когда я пришел в детдом они были ужасно необразованные они были забиты и так далее и так далее это тоже была проблема и в принципе если есть задача то находится решение как это сделать и была придумана своего рода игра которая очень да? алло? алло? я тоже это да? алло? алё да да вот сейчас слышу вы остановились на том что была придумана своего рода игра направленная на решение вот этих вот проблем всех ну вот ну по поводу детского дома я хочу совершенно боковую веточку обозначить в моей деятельности меня не 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 радует и я стараюсь не участвовать в деятельности которая как-то бы сказать не устраняет причины вот в том числе вот я иногда конечно что-то такое делаю какие-то телодвижения люди помочь людям которые там в детском доме что-то делать но сам я туда не иду потому что меня больше мне больше интересно устранить причины по которым эти в детские дома поступают дети но источник прекратить чтоб детские дома все закрыты меня задача такая вот содействовать вот этому я готов а лечить и прыщики виде детских домов я не хочу и во всех других вопросах если я вижу что человек борется с последствиями каких-то там причин я вну да ты молодец но лучше бы ты свои силы потратил на устранение причин ну да в принципе первопричины я в принципе хорошо понимаю в том числе и почему туда дети попадают и в отношении вот как раз сеть то ответ на то что изменять не выводы все правильно ну вот да так вот значит что еще мы с вами начали веточку чем я могу вам помочь чем вы мне можете помочь значит вы мне можете помочь тем что свяжите меня с какой-нибудь школы и дальше я говорю и может быть мы с вами вместе в этой школе ну начнем как-то перестраивать поток тихонечко тихонечко бережно его изменим почему я так подчеркиваю тихонечко тихонечко и бережно бережно потому что там работают люди совершенно живые с 18 вот этими стереотипами и просто топором у них вырубать или стереотипы и только не получится но это вообще бесчеловечно вот поэтому будем это большая война а это большая война нет вот не надо ее понимать как войну вот совсем недавно я пришел к выводу то каждое свое действие я должен рассматривать с точки зрения кого она затрагивает и как его сделать таким образом чтобы каждый кого она затрагивает получил но выгоду если я такого не нахожу я его тебе не разрешаю делать ну это еще как они понимают что это выгодно и не выгодно и это совершенно понятно вот поэтому главное то чтобы они согласились сами с собой что ну вот это им в чем-то выгодно по их нему мне не по моему мне если это не получается грану тогда немножко отложим это еще подумаем может быть что-то другое придумали или здесь найдем эту выгоду вот такой принцип я его недавно сформулировал я просто его с обезьянничал вот этого подхода который называется вин вин выигрыш выигрыш да я подумал хорошая вещь надо сделать как-то так чтобы все на ура это воспринимали всем хотелось это тоже помогать и тогда никакой войны поэтому я школу стараюсь перестраивать так чтобы всем было привык какая-то интеллектуальная еще какая-то социальная вплоть до материальной вы знаете вот вчера мне рассказали такую штуковину вот в этой школе конкретно происходит следующее у нас есть группа управления учебным процессом этой школе собственно и представляет школу радость это вот это методист она этой группой как бы я создает там и так далее а вот помогает им всяко и вот мы пришли к тому что десятиклассники могут пойти к девятиклассников класс и помочь им готовится за сиога когда они туда сунулись и мучительница сказала да конечно хорошее дело но только не на моем уроке после уроков где хотите пожалуйста правильно бог все это увидел и у это учительница заболела вот и тогда вход в класс остался открытым и туда пошли десятиклассник и они уже пошли ни раз и не два и выяснилось две вещи сразу про мгновенно что во первых у девятиклассников математики вообще нет никакой то есть даже 0 сказать это ничего нет а во вторых что это всем нравится и девятиклассников и десятиклассников и туда подключается также некоторые одиннадцатиклассники у которые могут потому что там же они в это время у них уроки прямой ну вот так вот в этом отношении вот это учительница болеет день болеет два болеет неделю значит уроки которые она не проводила нужно чтобы кто-то из взрослых перехватил правда а никто их не перехватил потому что там были девятиклассник о десятиклассник понимаете когда чисто административная задача кому эту зарплату начислить за то что он эти уроки как бы перехватывал и эту зарплату за отсутствующие учителя начислили классному руководителю который не учитель предмет и когда там что-то по воспитанию или что-то в таком ну типа продленкой занимается чем-то таким тогда другие учителя сказали как-то она будет получать деньги за то что дети учат детей вы чего сказали они правильно понимаете да ну вот на сегодняшний день буквально вчерашняя информация вот вот такая ситуация не я хорошо понимаю почему система будет сопротивляться этому всему делу потому в принципе этот несет ответ за процесс и все остальное а дети которые приходят учат вот этих вот девятиклассников они несут ответственность за эту вещи тому подобные штуки вот и опять же вот с деньгами то есть как сказали что борис владимир тормозите про ответственность учителей которые они несут это ложь это еще мягко по сути это ложь по сути почему вы с этим согласны я согласен потому что по сути это ложь с этим я согласен потому что учителя у нас не несут ответственность за детей и так далее так же как и родители не подождите давайте будьте точны в словах за детей не несут они не несут ответственности за то что они сдадут егэ или огэ несут не не формально несут то есть у них есть допустим какое-то аналитика сколько детей значит сдало или не сдало и поэтому вот по этой аналитике определяется насколько учитель допустим кодируется профессиональ профессионален и там подобные вещи не так смотрите это правильно то что вы сказали и тогда это приводит к следующему реально приводит что они всеми правдами да действительно если там какой-то большой процент не сдает то категория всей школы уменьшается и падает зарплата у всех дручай директор прям буквально тут это ответственности есть да вот здесь я согласен в этом есть ответственность но поскольку они этого все не хотят сверху дониза все не они делают приписки они ставят им тройки там с натяжкой четверки там и пятерки так и так далее с натяжкой и в классе как оказалось всего один ученик в девятом классе понимает математик вот де-факт но вы смотрите тут тут проблема чуть в другом проблема в том что если учитель исходить вот эту проблему разбирать из значит позиции ну как я ее называю живого состояния то они не несут никакой ответственности и так далее они исходят из позиции машинного где в принципе они имитируют ответственность то есть они могут ставить пятерки они могут говорить что допустим у них хорошо идет процесс этот и так далее и так далее и там как прокатит не прокатит и в общем то по большому счету все люди у нас в стране практически все люди у нас стране и они больше тратят усилия на то чтобы их деятельность была имитирована то есть не сделано а просто как бы получить зачет за то что они не выглядело это называется выглядело выглядело да имитация значит смотрите я хочу вот какое сделать замечание зум во второй раз уже сказал что 10 минут уже пошли я так думаю что где-то минут пять у нас с вами осталось поэтому предлагаю нашу сегодняшнюю встречу как-то логическое сделать и завершение вот и соответственно ну вот сказать какие-то заключительные слова чем мы из этой встречи узнали получили или еще чего-нибудь и на этом сегодня завершить вот давайте если хотите начните ну в принципе я пообщался в общем то в этом плане что нового но в общем то те вещи о которых вы говорите да я хорошо понимаю понимаю корни откуда они растут и так далее значит мне кажется что у нас не очень большая скорость взаимодействия и как бы нету общего куда бы мы могли вкладывать то есть мы как бы сейчас вот на это время потратили на то чтобы чуть-чуть друг друга узнавать кто чем занимается то естественно да конечно да то есть какой то вот такой созидательной деятельности у нас пока нету ну что но я бы так сказал что я бы итог такой подвел я бы сказал вот борис владимирович вот я вам там показывал эту объясняшку про и косить сегодня мы сколько-то там слов сказали о ней вы со своей соцсети что-то сказали я бы задал такой вопрос а не хотите ли вы быть участником экосети стать прямо формальными и участник а вот пройдя вот эти вот выполнив три задания вот еще раз можно повторить плохая связи очень не хотите ли вы стать участником экосети и выполнить три задания входные для того чтобы стать участником то есть это сделать три как бы репортажа или что ну да да то задание 3 вы встречаетесь с участниками действующими участниками этой сети записываете на видео ваши разговоры и выкладываете их ведь где хотите хоть в ютубе хоть в контакте где вам удобно и даете ссылку на нее и когда три ссылки будет вам дадут пароль и вы сможете войти поэтому надо реальный какой-то чат где есть несколько человек я так понимаю давай такой чат у нас есть и не один кроме того есть целая инструкция отдельная где все написано что надо делать как делать с кем связаться можно как связаться хорошо я подумаю над этим вопросом вот значит я до третьего нашего скажу еще раз то здесь внизу под видео есть описание в нем я положу ссылку опер на объясняшку потом на 18 стереотипов и третья ссылка будет вот на эту инструкцию как вступить в эко-сеть и вы хорошо и для вас борис владимирович тоже там эти будут ссылки вот ну а теперь я буду тратить энное количество часов готовы на то чтобы соединить две части которые нам записал зум но вместе мы через день-два это будет уже нашего разговора выложим вот да и для третьего еще скажу и ты третий я совершенно могу ставить что угодно против чего угодно тут и до этого места не досмотрел вот значит соответственно тут внизу есть кнопочка который в конце 20 секунд показывать подписаться на мой канал а внизу и ссылочка но я скорее всего наш разговор положу плейлист который называется эко-сеть соответственно ссылочка это будет на весь плейлист в этом плейлисте нам не помню уже сто с чем-то вот подобных разговоров ну и вы тоже борис владимирович можете туда пойти и выбрать себе собеседника а как правило под каждым разговором я кладу ссылки как с этим человеком связаться то есть со мной точно там лежит все причем три вида связи кстати и кого если вы хотите выдавайте ваши координаты как с вами связано и я их вставлю в описании то ну в принципе в телеграме я есть там мысли кому не нужен готовый блок чтобы не меньше работы я такой такой-то со мной связаться так-то готовая точная а